всем привет с вами александр усольцев и это московские новости недели ну что я могу сказать в москву не сказал бы что наконец но все-таки неизбежно пришла осень бабьего лета не будет как нам пообещали метеорологи потому что у нас вместо бабьего лета было какое-то там 40 какой-то августа у нас дожди у нас в эти выходные стримы все будут исключительно на автомобиле потому что ну потому что невозможно будет с оборудованием под дождем ходить ну а какие стримы узнаете в самом конце но мы находимся сейчас в шоуруме factory 232 это замечательное место наполненное душой и теплым ламповым светом в самом прямом смысле этого слова чем занимаются ребята вот у них здесь невероятная коллекция и света и мозаик и различных винтажных деталей которые мы так любим в старых домах которые мы любим в архитектуре модернизма в старой советской архитектуре еще 30-50-х годов и у нас множество к сожалению заводов множество фабрик множество различных дк по всей россии просто сносится эти детали уходят в небытие и вот ребята не просто спасают эти детали они дают им новую жизнь они их реставрируют привозят сюда в шоурум доделывают недостающие или утраченные детали в ту же самую фурнитуру в лампах вы можете сюда прийти можете посмотреть можете приобрести что-либо что вам понравится для дома или например вашего офиса или заведения тем более что я абсолютно уверен что то что ребята спасли вы много где видели и в ресторанах города и в каких-нибудь модных интерьерах и даже у некоторых знаменитых светских львиц ну а мозаики это отдельная моя личная любовь и боль одновременно их зачастую просто ну разрушают и эта эстетика уходит абсолютно в прошлое и мы даже можем видеть даже на картинках иногда не видим а то что было когда-то везде к счастью эти мозаики спасаются уже домов и тех нет а мозаики здесь живут и надеюсь найдут новую жизнь так что приходите сюда это буквально три минуты от метро электрозаводская здесь очень радушно вас примут ну и тем более просто можете прийти полистать журналы архитектуры сср потому что наверное это одна из самых больших коллекций журналов если не считать конечно ргб и крупные библиотеки а вот так вот где вы можете просто прийти и просто поработать или посмотреть на эстетику прошлого вот в таких замечательных интерьерах вот казалось недавно 1 сентября открыли рижский вокзал после реставрации и тут же буквально на этой неделе заявляют в ржд что собираются его продавать что там будет в общем никто еще не знает может быть будет торговый центр как в петербурге произошло с одним из вокзалов может быть будет что-то типа депо но никто не знает но так или иначе вокзал этот это такое удивительное произведение в русском стиле хочется чтобы оно как-то использовалось а сейчас оно используется да практически никак потому что поезда дальнего следования сейчас в прибалтику очевидно не ходят но были предложения что давайте хотя бы там может быть на псков будут ходить поезда но только поездами в псков и великие луки сыт не будешь поэтому видимо месяц думали и решили все-таки пока прицениться так что если вам нужен вокзал если что можно приобрести но в политехническом музее как сообщают специалисты приступили к финальной части реставрации парадной лестницы по окончании работ ценный элемент вновь предстанет перед зрителями в первоначальном виде а вот с политехническим музеем вообще ситуация такая что про него периодически забывают а когда вдруг общественность к а что же там все-таки происходит а почему у нас такая ерунда у нас до сих пор политехнический музей когда его уже откроют политехнический музей неизбежно выдает какую-нибудь новость что-нибудь начинает снова делать ну и собственно дальше год снова ничего не происходит пока они о каких сроках когда чего что какая концепция ничего не известно лишь все отчитываются что но вообще строительную работу мы тут сделали тут мы отреставрировали но в общем все выстраиваются в очередь мы здесь не крайние здание пока пустует но на ильинке приступили к отреставрации биржи конечно же советскую надстройку вот эту странную коробку не снесут на бирже но тем не менее это уже очень позитивный момент потому что во первых там ну не только укрепят кирпичную кладку и лепную лепные элементы доделают восстановят но отдельно отмечено что отреставрировать исторические окна собираются а а пластиковые рамы заменить на деревянные я прям когда первый раз это увидел несколько раз перечитал реально но вот так вот приведут в порядок чугунные фонари и ограды которые там внутри в общем будем надеяться что биржу мы увидим хотя бы если не в дореволюционном виде но хотя бы вот реставрированном виде пусть хоть и с советской надстройкой ну а говоря про частные реставрации нельзя не отметить что сейчас в кривоколенном переулке артель вспомнить все во главе с великолепной наталья торнавской которую я думаю прекрасно все знаете и по реставрациям и мозаик и всем вот этим старым табличкам из времени не по и на хитровке например дореволюционным а вот они сейчас восстанавливают еще одну табличку объединение государственных заводов сжатый газ как раз там и фалькевич занимался рядом инженерно-техническая контора ну и собственно в одном и том же доме сидели люди другие которые занимались сжатым газом и если вы хотите их поддержать то можете перейти на сайт и внести свою небольшую лепту в сохранение нашего наследия но что к сожалению будет утрачено окончательно и все к этому уже идет это цирк на проспекте вернадского но конечно же это прекраснейший модернизм конечно он тогда был оснащен по последнему слову техники и вообще здание одно из знаковых зданий московые 70-х в целом но все идет к тому что есть желание сделать совершенно новый цирк оснащенный уже понятно после по последнему слову современной техники а старое здание но вот эту преемственность все-таки видимо разрушить пока окончательного решения не принято так что будем все таки надеяться на лучшее что новый цирк как-то может рядом построить а это здание используют под что-то нибудь еще говоря про реконструкции реставрации а самое главное про любовь к старой эстетике и самое главное какой-то преемственности не могу не сказать вот про эти лампы ну вот казалось бы просто цветные лампы сделанные из металла нички тяжеленные модель лампы которая была сделана еще в двадцатых годах был такой сейчас вы сказали промышленный дизайнер абрам дамский который работал в мастерских в хутемаса который работал с самим ротченко и тогда еще в двадцатых годах у них была задача надо сделать какую-нибудь настольную лампу чтобы угол можно было менять рассеивателя придумал она была такая авангардная лампа но тогда она в двадцатых был не была воплощена к этой идее абрам дамский вернулся в 60-х годах сделал цветные рисунки но опять дальше идеи ничего не не пошло даже строго говорят чертежами даже назвать было нельзя ну и вот что было сделано в наше время ребята взяли за основу эти рисунки сделали 3d модели начертили это все перевели это все в материал и вот пожалуйста ту самую историю 100 лет не уже давности можно здесь пощупать и посмотреть как какой эстетикой уже тогда сто лет назад увлекались и здесь же рядом замечательный светильник из стеклоблока и это как раз тот момент когда старым вещам дается новая жизнь то есть конечно он был в какой-то стене конечно он просто пропускал свет с улицы или с какого-то более светлого помещения в какое-то помещение более техническое а здесь это вот ну ночник и когда мы говорим что ребята спасают эти вещи у многих есть конечно некоторые некоторые соблазн сказать ой да ну что я тоже так могу вот это нет попробуйте сами легально что-то выкупить договориться со всеми там кто эти детали просто обязаны уничтожить просто вот ну у них списание идет и они какие-нибудь стеклоблоки фальканье старые люстры просто утилизируют попробуйте договориться чисто даже бюрократически очень много нового для себя откройте поэтому когда мы говорим что вещи спасаются это огромная работа россияне оставляли чаевые в ресторанах кафе и барах летом более 10 миллионов раз что на 18 процентов больше чем за аналогичный период прошлого года а причем размер чаевых согласно вот сервису нет монет увеличился тоже но сколько вот в москве в среднем платили согласно сервису нет монет а это знаете ли сервис альфа банка который в общем с помощью которого все сейчас оставляют безналичные чаевые уже если еще там несколько лет назад надо было носить просто какую-то мелочь или там не знаю наличные для чаевых то сейчас уже вообще везде этот сервис а так вот средний размер чаевых в целом по россии вырос из на 14 процентов и составил 369 рублей то есть как бы немало а например самые высокие чаевые в москве это я напомню это в среднем 438 рублей и 380 рубля в краснодарском крае питер отстает 340 рублей почему краснодарский край ну потому что сочи а в сочи знаете ли тоже ездят отдыхать и сорить деньгами но еще на этой неделе объявили что рестораторы планируют создать отечественные аналоги до мишлен то есть это из исходит от государственных властей в общем на самом деле ну как бы и да и нет с одной стороны в принципе если вам нужно понять вот какие рестораны там особенно такого хорошего сегмента в москве хорошие набираете просто great лист александр сусоев у которого замечательный канал он на все хорошо ранжировал другой вопрос что александр сусоев он ресторатор и соответственно он в этой тусовке у него есть какие-то вещи которые ну понятно что с кем-то дружишь с кем-то не дружишь и этот рейтинг он хороший но не всегда объективный но хороший поэтому другого у нас пока нет в чем хорош был гид мишлен то что это в целом ты приглашаешь к себе вот этих вот обзорщиков которые гид мишлен и нам на всякий случай поясню это та же самая шимная компания мишлен да они делают еще и гид мишлен когда-то это все зарождалось из-за того что надо было стимулировать спрос машины чтобы люди ездили туда-сюда по франции вот и шинная компания сказала ну вот смотрите можно туда поехать на машине можно туда тут этот ресторан тут тот ресторан но выразилось это все в международную историю и в москву приезжали как раз вот эти обзорщики мишлена анонимно чем он хорош гид мишлен то что вы платите обзорщиком они абсолютно беспристрастно просто вот вы расставляют свои приоритеты их рейтинг он был как бы прям вот совсем хороший по москве но они понятно сейчас сайта в любые упоминания москвы убрали но тем не менее вы все равно список от мишлена может найти ну а если вам на яндексе то просто набираете great list и что у нас сейчас собрались изобретать ну не знаю посмотрим а теперь к транспортному цеху как рассказал заместитель мэра в правительстве москвы по вопросам транспорта и промышленности максим лексутов мосметро совместно с сервисом в уж с помощью карт тройку упростили процедуру аренды самокатов переводя на человеческий язык теперь самокаты в уж можно брать по тройке но знаете под конец сезона конечно самое оно но что видимо на следующий год это будет требование ко всем самокатным компаниям что самокаты будут по тройке и есть два момента здесь теперь не надо будет делать в конце фотографию как ты припарковал этот самокат соответственно если ты его бросил где угодно завершил аренду на какой-нибудь я не знаю посреди дороги потому что gps там глючит или еще что-нибудь тебе даже улики никакой нельзя поставить что ты ты не сфотографировал так что тут палка двух концах но еще конечно же главным событием этом этой неделе в транспорте было открытие линии по улице сергия радонежского должны были открыть на день города потом должны были открыть на прошлой неделе еще но в конце концов наконец-то открыли и уже как-то пафос немножечко спал но тем временем у нас на трассе m11 запустили беспилотные грузовики да мы когда-то рассказывали что эти беспилотные грузовики в таком тестовом режиме там ездили и водитель в принципе ну по сути было похоже все на продвинутый круиз-контроль то теперь но обращайте внимание на грузовики будете ехать по м11 по м12 где тоже разрешили и под скат потому что теперь водитель сидит рядом на пассажирском сидении я надеюсь у него есть педали хотя бы ну а на этой неделе снова показали какие перемены будут ждать южный порт многоэтажки многоуровневая набережная видимо многоэтажка многоэтажек одних мало теперь еще и набережная будет многоуровневая ну и конечно там аллеи лужайки террасы мы как-то ездили там со стримом на да на таком по пьяной дороге что называлось там среди этих промзонных гаражей ну вот среди этих промзонных гаражей соответственно теперь будет новый сити правда единственно не очень понятно насколько это все будет популярна и насколько это все будут скупать вопрос даже не в многоэтажках просто есть у нас уже сейчас по данным росреестра на 20 процентов упала ипотека то есть доступность ипотеки будет снижаться и дальше и соответственно ипотечных сделок все меньше и меньше ну а как вы понимаете абсолютное большинство квартир они покупаются в ипотеку более того у нас еще даже на этой неделе эльвира набиулина глава центробанка сказал что не исключает что до конца года еще повысит ключевую ставку так что есть какая-то вероятность что если вы вот не успели купить квартиру то уже не купите но при этом строить продолжают быстро 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 издавать новые объекты особенно и капремонтом заниматься по крайней мере вот даже вот такая картина была на одной из улиц москвы когда я не знаю видимо дедлайн был вчера потому что если ты смелый ловкий умелый значит вчера дедлайн удивительная фотография пришла мне из парижа в париже кто-то ходит в модной куртке mos energo я не знаю это реальная куртка mos energo а может это какая-нибудь модная баленсиага но знаете в парижах они лучше в модах разбираются поэтому скоро и у нас такие же люди будут ходить по улицам ну и конечно братья наших меньших на этой неделе был суд ну точнее в суд приезжал и сейчас снова что продолжается вот эта эпопея с бутовскими козами наконец-то показали как выглядит хозяин этих коз это некий дед валера такой знаете с бородой в ковбойской шляпе в общем раздавал интервью сказал что сначала взял коз вроде как бы но так для души а потом они расплодились и это все приплод бегает в общем короче горд он за своих коз и всячески воюет соседями ну или по крайней мере не собирается пока сдаваться хотя козы я не знаю местных жителей уже за терроризировали лазит там по машинам и ну и соответственно объедают все кусты и но и как минимум навоз никто не отменял но у нас в эфире ваша любимая рубрика московские старости в 28 сентября только 1991 года то есть это фактически вот буквально вчера был августовский путь в тушино произошло грандиознейшее событие в тушино произошел концерт монстры рока куда приехали группы там были пантера дб краус эст ну и конечно хедлайнерами были металлика и и сидиси самое удивительное что этот концерт но он был организован конечно вот у нас мир дружба жвачка у нас теперь страна открыта вот у нас значит теперь девяносто первый год и это был мировой тур монстр за фрок но удалось договориться с организаторами что давайте приведите вы сюда в советский союз видимо огромнейшие деньги были выкинуты чтобы это организовать просто но самое главное что для людей этот концерт был бесплатный просто представьте огромное тушинское поле это было еще авиаполе не застроенные ростехом не застроенные сейчас жилыми домами и никого метро там не было тушин 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 тушинское метро и приехала ну по разным оценкам 700 тысяч человек потому что более того там никаких особо досмотров не было поэтому люди приезжали там кто с алкоголем кто вообще там с чем угодно и там и драки и потасовки и одной охраны было но вот по разным данным опять где-то говорят что 11 тысяч а где-то говорят что еще там с учетом там того что согнали солдат там это все охранять то до 20 25 тысяч и 300 автоинспекторов одних было в результате 51 человек даже был госпитализирован а за медицинской помощью более ста обратились потому что была ну потом помимо драк было еще спровоцировано то что всех разгоняли после концерта что давка спровоцирована но так или иначе все кто ну даже рядом с этим концертом постоял все отмечали что это было что-то нереальное и даже тот же самый ангус янг уже позже 10 лет назад после этого концерта вспоминал что помню как спустился в интервью он говорил что помню как спустился на поле рано утром и все что мог увидеть это костры их было бесчисленное множество люди ночевали под открытым небом для того чтобы увидеть нас это было невероятное чувство но потому что действительно со всей центральной россии но почти миллион человек съехался это был самый наверно грандиозный концерт ну на тот момент в мире и все это было в тушино куда мы с вами поедем на стримах но прежде чем я скажу про стримы куда пойти на эти выходных ну во первых у нас книжная ярмарка в музее пушкина потом у нас чистопрудный фест пройдет забег будет добрый забег на поклонной горе на вднх международный день туризма ну в принципе не сказать что какие-то прям знаковые супер заведите супер какие-то мероприятия куда я бы прям сказал что вот все бросайте идите но в целом я напомню что у нас есть всегда ссылка в описании там все описано что куда можно пойти на выходных ну и конечно стримы стримы у нас в субботу у нас тушино как раз вот в годовщину того самого концерта про и поедем и по бывшему авиаполю заедем и в старое тушино ну а в воскресенье опять будут дожди видимо очень вероятно погода будет так себе но мы поедем по улице мосфильмовской будем ездить на машине ну и конечно приходите наши экскурсии берите зонтики одевайте соответствующее потому что будет может быть даже прохладно от таганки до китая будет рад вас поводить в 13 часов иван обашев у нас вечерняя ивановская горка ваш покорный слуга в субботу вечером всех радостно поводят ну а воскресенье балчук у нас снова иван обашев в 13 часов ну и ваш покорный слуга от арбата до остоженки моя одна из любимых экскурсий по этим самым переулочкам ну и конечно здесь я с вами прощаюсь спасибо за внимание ставьте лайк подписывайтесь на этот канал приезжайте сюда на электрозаводскую всех тут я думаю будут рады видеть от меня привет передавайте и берегите себя и своих близких с вами был александр усольцев всем пока ах да самые внимательные могли обратить внимание что мы это понимаем не просто в студии на две камеры у нас есть такая камера и такая камера и это все благодаря вам спасибо вам теперь у нас есть возможность снимать ну более интересно и более сложно не как-то примитивно только в студии ну и конечно выездные какие-то вещи стали сильно проще спасибо вам за поддержку и конечно же заходите еще что у нас есть три 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 Продолжение следует...